ЕСЛОД СИТИ ЕНАСТРИ Памфилова рассказала также и о том, как проверяют подписи. Из тех, которые сдает кандидат, отбираются 60 тысяч. И затем эти данные проверяют на действительность по базам МВД. А сами подписи получает заключение эксперта-почерковеда. У Путина недостоверной была признана лишь 91 подпись. Представляете, кошмар. Тем временем появляется свидетельство незаконного сбора подписей за Путина. Мои коллеги сайта ВотТак сообщают, что в Псковской области поддержать действующего президента вынудили сотрудников госучреждений. В распоряжении журналистов ВотТак оказалось техническое задание от Управления внутренней политики Псковской области, в котором руководители подведомственных учреждений просят организовать сборы подписей. Есть также итоговая таблица бюджетников региона. При этом использовать административный ресурс для этих целей запрещено законом. Мы всегда это делали. И делаем сейчас. В Украину приехал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сиярто. Сегодня он встречается с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и его главой. И главой офиса президента Андреем Ермаком. Тем временем издание Financial Times сообщает о секретном плане, которые разработали власти Евросоюза на случай, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокирует новую помощь Украине. В документе изложена стратегия, направленная на слабые места экономики Венгрии, подрыв национальной валюты и снижение инвестиционной привлекательности страны. Financial Times пишет, что три дипломата ЕС на условиях анонимности сообщили, что многие страны Евросоюза поддержали предложенный план. В свою очередь, министр венгерского правительства по делам Евросоюза заявил, что о таких угрозах ничего не знает. Российские самолеты уронили еще две авиабомбы ФАБ-250 в Белгородской области. Что? Опять? Об этом сообщает Астра. Их обнаружили еще в субботу, 27 января. Обе авиабомбы обезвредили на следующий день. В результате сброса боеприпасов никто не пострадал. По информации журналистов, одну из бомб обнаружили в селе Стрелецкое под Белгородом. Там эвакуировали 150 человек, которые живут в радиусе 500 метров от места падения. Вторую бомбу нашли в хуторе Постников Карачанского района. Жители оттуда не эвакуировали. Отмечу, что это как минимум шестой известный случай, когда российские самолеты роняют авиабомбы на своей же территории. В январе по одной бомбе упало в Белгородской и Воронежской областях. Весной прошлого года в Белгородской области падали три бомбы. Причем из-за взрыва одной из них в самом Белгороде пострадали три человека. Были повреждены дома и автомобили. Наши ребята там разят гадину фашистскую. Это триумф русского оружия, это триумф русской армии, это возрождение России. В России по ночам отключают интернет. А точнее в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях. Все проблемы из-за распоряжения Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций для нужд силовых ведомств. Об этом пишет коммерсант. По официальной версии, в трех регионах с 25 по 30 января по ночам отключают связь 4G, якобы для настройки антидроновой защиты. По другой версии, отключить интернет на Северо-Западе пришлось ради усиления мер безопасности из-за поездок Путина. Жители северо-западных российских регионов жалуются на проблемы со связью. Эксперты прогнозируют в сбоях и в обработке платежей и системах видеонаблюдения. Ранее проблемы с интернетом возникали на Дальнем Востоке. Там их объяснили работами, согласованными с Роскомнадзором. Журналисты предполагают, что ведомства тестируют блокировку основных мессенджеров. Тоже, увы, не шутка. Очередная голая вечеринка закончилась скандалом. В Ульяновске директора клуба «Матрешки» вызвали в прокуратуру. Поводом стал девичник со стриптизерами, на котором танцоры в костюмах полицейских имитировали обыски. Видео с вечеринки разлетелось по крупным телеграм-каналам. Депутат Госдумы от Ульяновской области Сергей Морозов у себя в соцсетях написал гневный пост. Морозов задался вопросами, куда смотрят местные власти и какие ценности продвигают такие мероприятия в год семьи. Депутат потребовал провести проверку и привлечь к ответственности всех, кто причастен к вечеринке в «Матрешках». Это не первый случай, когда мероприятие такого плана оборачивается непредвиденными последствиями. Голая вечеринка Насти Ивлеевой, которую блогерша устроила в конце декабря для российских знаменитостей, обернулась доносами, арестами, штрафами, отменой артистов в российском культурном пространстве и публичными раскаяниями. А рэпер Николай Васильев, который решил посетить мероприятие Ивлеевой в одном носке, на причинном месте, вероятно, отправится в армию в весенний призыв. Его признали годным к воинской службе. Чего не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! В Москве на два месяца заочно арестовали четырех сторонников Алексея Навального. Главу ФБК Марию Певчих, ведущих популярной политики Дмитрия Низовцева и Киру Ярмыш, а также главу социологической службы ФБК Анну Бирюкову. Об этом сообщает «Медиазона». Певчих, Ярмыш и Низовцева обвиняют в распространении так называемых фейков российской армии. Также Певчих обвиняют в организации экстремистского сообщества, а Ярмыш Низовцева и Бирюкову в участии в экстремистском сообществе. Кроме того, Певчих обвиняют в вандализм, а Бирюковой – оправдание терроризма. Отмечу, что в отношении соратников Навального уголовные дела о фейках возбудили еще в 2022 году, а дело об экстремизме – годом ранее. В Грозном сегодня пройдет заседание по делу в отношении Никиты Журавеля, который сжег Коран у мечети в Волгограде. Молодого человека арестовали в мае 2023 года. Следственный комитет России утверждает, что на допросе Журавель заявил, он сжег Коран якобы по указанию украинских спецслужб. За вознаграждение в 10 тысяч рублей. Это примерно 100 евро. По личному распоряжению главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина и, несмотря на протесты правозащитников Журавеля, перевезли из Волгограда в Чечню. В сентябре Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его несовершеннолетний сын Адам избивает арестованного. Несмотря на общественный резонанс, ответственности сын главы Чечни не понес. Зато получил звание Героя Республики и несколько наград от руководства российских регионов. В декабре Рамзан Кадыров заявил, что было бы хорошо, если бы Адам убил Журавеля. Жители Сыктывкара добиваются от властей референдума о строительстве многоэтажки на месте сквера. При этом еще в ноябре городской совет признал инициативу, противоречащую законодательству. Горожане на этом фоне подали на депутатов в суд и записали обращение к Владимиру Путину. С 2017 года мы боремся за то, чтобы у перекрестка улиц Синтюковская и Петрозаводская был построен сквер. Однако власти города, власти республики не смогли этого сделать. Владимир Путин сегодня встречается с Александром Лукашенко. Они проведут заседание Высшего государственного совета, так называемого Союзного государства России и Белоруссии. Встреча состоится в Санкт-Петербурге. Туда Лукашенко приехал еще 27 января. Среди главных вопросов обсуждение союзных программ и реализация соглашения о планах этой структуры, а также ее продление до 2026 года включительно. Запланированы и личные переговоры Лукашенко и Путина. Даня Телеграф рассказывает о будущей тяжелой жизни в военной Британии. Статью Телеграф начинает со слов на дворе 2034 год. Британия находится в состоянии войны с Россией. Ну и Министерство обороны продолжает поднимать градус. Всем гражданам, подданным короля, нужно быть готовым к возможной войне с Путиным. Ну ладно.